Стадион «Труд» в Камбарке лет 70 назад был излюбленным местом отдыха и занятий спортом. Даже билеты продавали на футбольные матчи. Местные власти и активисты сейчас пытаются возродить стадион. При поддержке спонсора здесь появится крытая хоккейная площадка. Местная команда уже выбилась на второе место любительской лиги Башкирии. За взрослыми в хоккей потянулись и дети. В основном хоккейный корт будет предназначен для детско-юношеского хоккея. Мы планируем на будущий год заявиться на Кубок Калашникова. Уже есть на примете тренер, который будет набирать детей для занятий хоккеем. Уже закуплена форма детская хоккейная. Нам необходим крытый каток сперва еще построить. Жители Камбарки уверены, новый спортивный комплекс даст толчок в развитии спорта. Глава региона посоветовал доработать проект и предусмотреть места для болельщиков. Объект должен заработать уже осенью. Это комплекс целый. Внутри там волейбольная, баскетбольная площадка. Во-первых, во-вторых, здесь остаются хотя бы беговые дорожки пока остаются. Сейчас главное начать. Начнем этот комплекс и к нему привязываться воркаут. Здесь и детская спортивная школа тренироваться будет. И школа лицеи здесь недалеко тоже здесь будут мероприятия проводить. Так что пустовать это однозначно не будет. А это одна из площадок крупного российского производителя химических реагентов. У организации шесть дочерних предприятий. Одно из них теперь базируется в Камбарке. Выпускают продукцию для нефтяников. Производство готовы расширять. Сейчас подыскивают еще одну площадку. В ходе рабочей поездки глава региона также встретился и с общественниками, которые следят за ремонтом дорог. Так в Камбарке уже сделали улицу Ленина и тротуар. Здесь единственное, что мы заметили, чего не хватает, это пешеходных переходов и, наверное, разметки искусственной неровности. Потому что новая дорога. Понятно, что автомобилисты начинают скорость превышать немного. Самый важный для Камбарки вопрос жители подняли на встрече с главой региона. Людей не устраивают тарифы за пересечение Камы через мост. Почти 500 рублей в одну сторону для легковых машин. Ситуацией недоволен и Александр Бричалов. Каждый год бюджет региона должен платить концессионеру почти полмиллиарда рублей. Мы не удовлетворены той работой, которой сейчас действующим концессионерам. Я обращался и к министру транспорта, и к вице-премьеру Акимову по этому вопросу. И мы просили, чтобы передать эту дорогу в федеральную собственность. Есть уже поручение от министра транспорта. Я считаю, что оно правильно, чтобы Кировская область, Башкортостан и Удмуртия проработали план передачи. Мы сейчас над этим работаем. Но сменить концессионера – это только полдела. Нужно еще доделать объединенную дорогу Нефтекабска. Этот участок сдерживает поток транспорта. Ведь 6 километров из 13 – это грунтовка. Пока эти вопросы не решены, проект не заработает в полную силу. Создана совместная с Башкирией рабочая группа. Роман Вагнов, Юрий Дроздов. Новости.